Место! Ведро на место! Че ты? Не успел! Голыми ногами куда становишься наглядь? Зачем снимаешь? Надень! На скамейку поставь. На скамейку поставь. Замолитесь, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, подмилуй нас. Аминь. Отче наш, Иже и Си на небесе, Господи, святится имя Твое. Да прийди в Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен, дашь нам весь. И оставь нам долги наши, яко же, и мы оставляем ложников наших, не вели нас в искушение. Мы избавим нас от пухавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы причинствуйте, Матери и всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милостью будь не грешен, садам ими, Господи, помилуй меня. Бищества согрешил, Господи, прости меня, грешеный, и помилуй. А ну-ка перекреститесь, я посмотрю под планет. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Пятки и десять, чтобы задевали на друга. Соединяй их, вот так, научись. Сразу делаю замещание, потому что, иначе обиловин был, если я не буду делать этого, не обязан. Мы меняем время, с 8 до 7. А зачем нам ждать 8, когда до 7 мы можем? Я сегодня свободен, я прихожу к Владимиру Александровичу, с чем занимаешься? Тогда огород. Возьмешь меня, у меня все закончено. Быстренько все закончите туда. Мы многое упустили в огороде, но мы успели там закончить. По прудам. Дорогу сейчас сделали где-то. Мы все разбираем, и из этого мы выходим. Вот это вот открытое остается сухари вчера. Я за вами слежу. Вы больше от них меня не устраивайте. Набить, Володя, найти где матицы, набить туда крючки и туда вешать. Над потолком, над вами, где спите. Она никому не мешает. Это не годится так. Как-то приехала в просе, и она уже ухватила там... Нет, и нахуй приехала. И, ну, разрезано. Полностью порвалося. Разрезано. Так разрезано. Делает так. Она садится у них как в парточек. А основное сейчас платье помисло. Ну, с двух сторон разрезанное. Я вот такую нитку, как мужчины делают. Мужчины не короткую нитку в иголку дергают, а длинную, на место разбах руки. Я зашиваю, а стоять рядом смотрят. Снимок остался. Не помнишь? Помню. Помнишь. Вы не думаете, что это просто так вот, взяла разорвала где-то нет? Это все делают садомиты. Моду дают которую. Мода в мире это все результат садомского огня. Вы, ну, маленько так глядите, что как-то о голдыше, как отец говорил. Совершенно не так. Кто вам дает эту моду? Протоколы силовских мудрецов, которые опровергают многие, так сказать, это царская охрана придумала. Там написано, развратим молодежь. Чем? Вопрос. А чем? Спортом и модами. А у нас президент миллиарды тратит на эти, там, Олимпийские игры. Их пролетели денег нигде нет. Да старикам добавь. Добар там. И все это. Миллиарды. А потом, когда настроили эти комплексы, дальше они пустуют, никого нету. Люди же работают. А на момент, когда приезжают, они строят там такое. А там все известно. То есть это чисто масонский подход. Это не просто так. Вот взяли и придумали они пятиконечную звезду. Это обдуманно. То есть алистский знак. Пятиконечная звезда вроде как человека. У христиан пятиконечная звезда практикуется. Семиконечная. У священника восьмиконечная. Вот у иудеев, у них звезда Давида шести конечно. Два треугольника протянута. Треугольник и циркуль. Вы думаете, кто это все делает? Для чего развратить? Тогда легко управлять. И когда человек твердо держится в позиции, с ним ничего не могут сделать. Его только уничтожают. Вот почему нас нападают? Там наркомания, там гонят самогоны, в мамонтово везде. Почему этот прокурор Королев не уничтожит этого? Он не может сделать. Он хороший человек. Но уничтожить это не может. Потому что это язву породила чума. И наркотики, и пьянство, и прочее. Но его... Кто там? Говорит, я не сам это делаю. Его толкнули на эту навозную кучу. Пять соток или двадцать пять. Не имеет значения. Даже на ладонь там нет полезной земли. Мы ее разровняли. Там огромная куча навоза. Почему? Стереть память, что можно жить по-другому. Я сейчас смотрю на столе лежит в одном доме изданном, архипелаг Булаг. А меня душили за него. Я первый в стране наполнил страну этим произведением. Но десять лет раньше, чем Новый мир. Квардовского. Это Господь положил так. Я знал от кого это. Потому что в школе его будут преподавать. В программу ведут. Сейчас бунтуют некоторые, не знаю. Больше удар по коммунизму никто не нанес. Горбачев и Солженицын. Вот две фигуры. Они разрушили этот конгломерат лжи. Империю зла. Но от нее вот эти выкормыши оттуда пришли. Вчера первый секретарь. Украинского. Я на него ссылаюсь. Хороший человек. Но партия сдерживала его. Кто? Куфаев Мамонтова. Сидит в тюрьме. Сын Юрий сидит. Деньги, которые отпускали там барабашу, где-то ни копейки не попало другим сельским труженикам. А он по сельскому хозяйству был. Я так и не мог его найти. Где он посетить? Освободили или нет его? Я о нем отзываю себя как человек хороший. Он приезжал. Никогда не мешал. Не мешал. Больше ничего. Это я вам обещаю. Мешать не буду. Первый секретарь и кома партии. А тут все эти инстинкты пробудились. Они не такие ли Сергеюковы были. Нет. Теперь свободу дали. Они начали торговать стороной. Людьми. 25 миллионов за рубежом бросили, как будто не наши. Американцев один летчик упал в Югославию. Подняли все Америке на ноги. А у нас сколько их там и не выкупают, и ничего. Ну, русского выкупили. Мы должны разобраться в этом. Кто и я с кем. Главное, я и я с кем. С теми или с теми. При коммунистах этого не было. Более яростной, более злобной, более кровожадной партии, чем коммунисты, не было. Но сегодняшний еще хуже. Потому что сдерживающая узда сброшена. В Китае коррупционер. Коррупция доказана. Министр. Тут же рычокнули. До свидания нет. Здесь ему никак. Она Васильева посидела сколько-то. Куда делась? Неизвестно. А миллиарды за ними. Толкует государственными зданиями огромными в Москве. А здесь она воздает куча. Ничего нету их. А он здесь видимость дает, что она работает. Тебя заставляет. Но заставляет глупостью. Отвернулся. И все. Нет. Страх как бы не потерять эти звездочки на погонах. А за это платят им. То есть все разложившееся. Тленное. Эту страну никто защищать не будет. Она никому не нужна. Ее называют Раша Параша. А вы о себе подумайте. Я просто даю краткое описание этого. Смотрю сегодня в одном месте. У вас это там разложено. В другом. Что это такое? Зачем? Я у отца Дмитрия Дудкова был. Я одна тайка. А там всех приглашали. Она сидит у нее. Нижняя часть упала. До сих пор разрезана. Тут фарту. Я потихоньку вытащил иголку и нитку. Дал его. И зашить. Хотя Дмитрий не узнал. Мне выговорил. Да не смей так делать. Эти люди пришли. Судить не надо. Но зачем судить-то? Зашить и все. Судить играет. Это они. Всех любви и никого не осуждают. Без пробела. Одним словом. Это священники. Любвистые. Звездоние. Как Владимир Войнович пишет. И он говорит. Не крестился, а звездился. На себе звезду изображал. Вот. Я говорю, что надо учиться и все это знать. Вот. Учиться и знать. Вот. Приехал с Украины. Христианка Марина. Я вижу у нее вот этот фотоаппарат. С моим не сравненно дороже. Откуда у тебя? Приобрели. А? Приобрели. Как приобрели? Купили? Да. Ты до этого фотографировала когда-то? Ну. Ну. Любительских. Училась как фотографировать? Нет. Нет. Стопроцентный брак почти что. Я говорил. Солнце должно светить в затылок. Вот купались. Катались на лодках. Просто с собачкой играть. Ничего нет. Бледные пятна. Я сколько раз говорил. Зачем ты мимо пропускаешь мои слова? Там ничего нет. У нас снимки, которые нас снимали. Это Балабоев Александр Павлович. Вот сейчас это. Буклет его вышел. Буклет. Он 28 лет фотографирует. Приезжает. На мировой арене его снимки. А ничего нет там особенного. Ну вот. Один парень у нас тут женился. С невестой. Я как начальник лагеря. Вы знаете. Вот сегодня крещение невеста принимала. Сделал так. Посадить на тележку. Вот так посадили Полину. И чтобы она подняла руку. Вот так вот. И сфотографировать на фоне лагеря. А там и смотрят. Ну. Конечно так не воссоздать. Как у Сурикова там написано. Ладно. Он подорвал. Наверное полчаса нас мурыжил. Подожди. В облако зашло. Так. Принесите пенек. На пенек залез. Нет. Оттуда не дайди. Он расставлял. Расставлял. Я устал. Уже не рад. Вот. Наконец он сделал снимок. Отучиться надо. Приезжают здесь к нам фотографы очень высокого ранга. Горела новость. Российское информационное агентство. Кряжев Александр. Это первый человек, который не знакомый мне и ночевал со мной в комнате в Барнауле. Потому что я знающий из Каспришина Андрея Николаевича. Вот. Приехал. Тоже хороший фотограф. Работает в центральной газете и прочее. И вот у нас здесь Ангелина. Алешина жена. Она училась. Курсы проходила. Поучись у ней. Зачем ты поворачивал фотоаппарат боком? Я не один снимок его вывернуть. Или бледные пятна, или вывернутые. А почему они тебя с ногами? Зачем ты фотоаппаратом крутил? Я ни разу, кажется, в жизни не повернул. А теперь, чтобы поставить? Он опять маленьким делается, чтобы поставить. Он такой бы и был. Это вывернуло. Я ничего не видел. Снимки хорошие. Которые около церкви под моим наблюдением делала. Когда солнце светило в затылок. Прямо хорошие видно. Больше я тебе фотоаппарат в руки не дам. Где-то. Только в церкви. И выходим из церкви под моим присмотром. Нигде фотоаппарат не поворачивай. Запомни. Повтори. Не поворачивать на те фотоаппараты. Чего не поворачивать? Голову не поворачивать. Полностью фразу можешь произнести. Фотоаппарат при съемке никогда не поворачивай. Никогда. Это ничего не дает. Кроме того, что путались. А система у меня такая, что не может повернуть снимок. Я смотрю один за другим, все повалились у меня. Всех на бок положила. Лежа. И батюшка лежит. Люди лежат. Ну, на боку. Ты бы сказал, я буду фотографировать вот так. Я бы сказал, иди-ка ты для себя. А куда ты, который сама снимаешь? У тебя же забьется фотоаппарат. У тебя есть куда снимать? Флешка или что-то? Компьютер. А? Компьютер. Компьютер. Но это дело другое. Я говорю, что учиться. Везде. Приехал фотокорреспондент. И у нас начал фотографировать с батюшкой. А я ему показываю. Вот здесь место. Надо отойти в сторонку. Вот так вот. Труба там где есть. А это отсюда будет видно. Он у меня так. Вы где-то учились? Да нигде я не учился. Я просто внимательно смотрю на это и считаю. Я тоже делаю снимки. Никита делал. Уехал колесников. Он лучше меня делал. Я сразу. Я никогда за это не держусь. Что я там умею. Так. Ну. Присматриваюсь. И вот здесь. Вчера, которые снимки делали. Где шлюз был. Я вас расставлял. Где не говорил ничего. Там они пропали. На свет там ничего нет. В легкие пятна. А остальные получились. Я сейчас уже скинул. Посмотрел. Вы понимаете о чем я говорю? Учиться все время надо. Чтобы грудь никогда не была открыта. А облегающей одежды не было. Глядите как одеваться надо. Ситера любят какие. Надень на нее другое платье. Сверху или что-то еще. Чтобы обтягивающей такой одежды не было. Тоже мне вырядились. Ты чем торгуешь? Это тебе надо? Я говорю. Все. Платье у вас хорошее. За этим посмотрите. Нам замечание делают. Это не надо. В свое время все как будет надо. Она девчонка еще. Ей это не надо. За ней надо следить. Чтоб какой беды не было. С парнями легче. Поясов больше ничего нету. Я вот сегодня посмотрел. Сколько уже как вы приехали у Кущины. Вы вперед не проглядывали. Повезли эту хбоярину по деревне. Она все нормально лежит. Но она дальше не смотрела. Что она тоже виновна. Я так не оставлю. Меня упрекнул. Поэтому теперь я говорю. Вези ты их. Ну только маленько. Я ее пособил. Она не может. Ты поняла? Теперь я тебе удовлетворил. Называется сатисфакция. То-то она довольна была. А тут когда везти самой и лежу. По на стенке это видно. Лицо уже не такое. Как я везти должен. Да так. Потому что ты тоже сопротивлялась им. И тоже должна попросить прощения. Я по времени говорю. Ее пишется Аполлинария. Где двое буквы? П или Л? П. На П. Аполлинария. Вот так. Если сейчас благополучно будет. Я пойду там закончу. Ты на какой лагерной огорочек идете? Туда всех. Быстренько всех здесь заканчивать. И туда. Вот здесь что делаете? Приглядывайтесь. Как я вам рассказываю. Все должно быть закрыто. Ни мошкара, ни пищи не попадает. В кастрюлю каждый раз. Отвела. Отвела. Перевернула. Тогда прожила. Они так. Поднимает. И сразу переворачивает надо этим. Но оно туда все и падает. В кастрюлю. Сейчас я распределяю. Надо было открыть сразу. Что же не открыли ты? Все. Отшиблено. Все везде. Видишь. Края. Это все покрышки. Все побывали. В кастрюлю. В кастрюлю. В кастрюлю. И здесь отшиблено. И там все валится. Я вам захожу там. Каждый раз на кухне говорю. Так распределите. Где должна стоять посуда всегда на одно место. Вот так. Грязно. Свернуло. Положило. А потом опять развернуло. Не надо каждый раз новую газету. Учите и жить экономно. Ни во что ставишь. Мало и мало по мало. Придев в упадок. Серахова 19.1. Вот это имейте ввиду. Теперь у нас задача. О чем мы говорили. Ездили. Все время упоминать. Молите Максима. Это прокурор Монотского района. Чтобы Господь умягчил его сердце. Обратил на путь праведности. И примирил с нами. И чтобы он занимался своим делом. А не накученно наше сидел здесь. Ему это не надо. Давно угрожать. Начинает представитель сельсовета. Это вообще никуда не годится. И поэтому суд будут вызывать. Молитесь все время. Чтоб дело было по-божески. Нам не то что давай враг. Мы его повалим. Его скинуть. Как не соответствующий своей должности. Это делает Бог. Не человек. Мы же будем Бога благодарить. За все что Он на нас допустил испытание. Испытание. Я вчера проехал по лагерю. Осмотрел. Вам одну жертв доверили закрыть. Вы последние уходили. Когда я уехал. И жертв такая верхняя. Даже никуда не проделала ушки. Ничего она. Никакой роли не играет. Обыкновенные жертвы. Готовые. Ушки прибитые. Куда проделать. Жертвы. Которые фото закрывают. И так висит на какой-то маленькой проволочке. Любое дело. Делай как дай Господа. Калусином 3 глава. Не человеком. Для Бога. Он тебе доверил. Господи. Больше я не смог. Вот так. Принять. Сделать. Я запущусь о вас как перед Господом. Должен дать отчет. Сегодня я и завтра меня не будет. Будете отдельно слушать. Так. Вопросов? Нету. Вопросов. Нет никаких. Вы домой пишите кому-то? Связь какая-то? Звоните ли? Уже нет. Нет. Нужны в этом нет никакой? Ну, немножко нет. Ну, береги. Лишний раз не выходи в эфир. Если только договорилась с родителями дать сигнал, что все хорошо, чтобы ее голос не услышали. Лишний раз не надо звонить. Не надо людей беспокоить и тратить деньги. Просто помолись о них. Молитва может помочь. А звонок этот еще не даст. Ну, иногда даст, а так нет. Мы сделали очень большую работу с вами. Я благодарен. Вы работали так. Руки-то не болят? Ничего? Не перетерло? Нет? Ну, все, садимся тогда. Сразу. Чай. Молите. Продолжение следует. Давайте, пожалуйста. Водимся к Христиану Семену Божию. Побилуй нас. Вызывайте про кошечку. Хотя, думали, что не водитель. Давайте. Голову припоперем. Он сидит ждет. Посмотри какая она. Да еще нет. Нет, она нет. Сейчас, а принесу. Нужно просто постоять.